Соборный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова – один из старейших храмов Волжского. Он располагается в центральной части города на улице Набережной. Иоанна Богословский приход самый большой как в Волжском, так и во всей Калачевской епархии. Высота здания храма достигает 45 метров, венчает его огромный купол диаметром 12 метров и весом 5 тонн. Место под его строительство тогда еще архиепископ Волгоградский Камышинский Герман осветил в июле 1991 года. Оно было выбрано не случайно. До революции по одну сторону от нынешнего храма находилась главная сельская церковь святителя Николая Чудотворца, а по другую – подворье Балашовского Покровского женского монастыря. Регулярные богослужения начались здесь с марта 1995 года и проходили сначала вагончики, оборудованном подчасовне. Спустя три года был открыт нижний храм, освященный в честь праздника «Благовещение Пресвятой Богородицы». Изначально его строительство в планы не входило, но Господь распорядился иначе. Из-за того, что твердые грунты, необходимые для укладки фундамента, залегали в этом месте на большой глубине, пришлось вырыть очень глубокий котлован, в результате чего образовалось дополнительное подземное пространство. Верхний храм, вмещающий до тысячи человек и названный в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, был возведен, когда настоятелем прихода являлся претерей Константин Момутов. Строилась церковь на средства прихожан и благотворителей. Самую большую лепту внес раб Божий Владимир. Первое богослужение здесь состоялось в 2005 году на Пасху. В числе особо почитаемых святынь Верхнего храма две старинные иконы Богородицы, преподнесенные в дар волжанами – Донская и Боголюбская. Также здесь находится почитаемый образ святых Петра и Февронии Муромских, покровителей супружества. Одно из почетных мест занимает мощевик. В нем хранятся частицы мощей не только издавна чтимых святых, но и прославленных в наши дни, например, Матроны Московской и священномученика Николая Попова Святого Волгоградской митрополии. Новый этап в жизни прихода начался с образованием Калачевской епархии. В 2013 году ее возглавил приехавший волжский епископ Иоанн, и храм получил статус соборного. В 2014 году завершились работы по облицовке фасада храма плиткой, обновилось и внутреннее убранство. В то же время на территории прихода начались строительные работы по возведению духовно-просветительского центра «Покров». Его появление стало возможным благодаря взаимодействию церкви и государства, а именно реализации специальной федеральной программы, в число участников которой вошла и Калачевская епархия, получив необходимые на возведение этого центра средства. В конце 2016-го состоялась торжественная церемония открытия духовно-просветительского центра «Покров». Красивое трехэтажное здание с сокольным этажом мансарды сразу перевели все творческие образовательные подразделения соборного храма, а также органы епархиального управления. Не забыли и про семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями. Центр стал также площадкой для проведения разного уровня встреч, бесед, лекториев, а также форумов и слетов. В 2018 году свое пятилетие отметил православный детский сад «Светлица», который действует также на базе Иоанна Богословского прихода. Он рассчитан на пребывание 40 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Благоустройство приходской территории продолжается и по сей день. В нынешнем году были спрятаны под землю трубы теплосетей, а с южной и северной сторон бетонный забор заменили кованым ограждением. В ближайших планах открыть новую кухню и трапезную, а также церковную лавку и завершить работы по благоустройству ротонды.